Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Мы продолжаем «Утро на Болткоме», и вот сейчас поговорим о мире искусства, но не без экономики. Опять-таки, возвращаясь к экономическим проблемам, деятели культуры и представители творческих профессий, мало того, что коронавирусные времена оставили их многих без работы и усложнили возможности организации всевозможных каких-то культурных мероприятий, но вот сейчас они протестуют и призывают всех, кого волнует будущее Латвии, подписаться на портале Manabals.lv под инициативой об отмене налоговой реформы 2021 года. И для того, чтобы как-то обратиться к населению, был даже записан очень эмоциональный ролик в виде обращения. Вот, собственно говоря, с режиссером этого ролика и продюсером Юлийковой мы сейчас поговорим. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день, доброе утро. И также актер Максим Бусил, который принимал участие в создании этого ролика, также с нами на прямой связи. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, собственно говоря, что не устраивает в налоговой реформе и какие последствия, может быть, мы не осознаем, люди, которые, ну, может, далеки от этого, чем это грозит для творческих людей, для деятелей культуры? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что эта реформа, она касается очень, очень большого пласта общества. И, соответственно, когда мы говорим, этот ролик, который мы выпустили от лица художников, поддерживает, в принципе, всех, кого касается эта реформа. Поскольку в нашей профессии также очень много людей, смежных профессий. И, соответственно, все новые изменения, которые сейчас будут происходить с новой реформой, касаются не только творческих профессий. И мы говорим не только от людей творческих профессий, но также от лица людей, которые имеют статус самозанятых лиц, микропредприятий, хозяйственной деятельности и всех вместе. То есть это был эмоциональный посыл, с помощью которого мы хотим привлечь как можно больше внимания и осведомить как можно больше людей. И, наверное, добиться той главной цели – это собрать количество подписей, чтобы наша петиция была рассмотрена в Сейме. Я правильно понимаю, что речь идет о введении так называемых минимальных социальных взносов с 1 июля? Об этом в том числе реформа очень большая, реформа сложная. И это также является частью этой реформы. То есть помимо ввода платежей у нас также идет повышение налогов. И, в принципе, наверное, самое важное, что сейчас мы хотим донести до правительства, что то время, когда выбрано введение этой реформы, оно категорически неправильное. То есть мы являемся тем сектором, теми представителями, которые пострадали от пандемии больше всех. У нас социальная профессия, которая все-таки подразумевает общение и коммуникацию и взаимодействие с людьми. Поэтому мы действительно долгие месяцы оставались без работы. И сейчас, когда мы только начинаем выходить из этого, то есть у нас там первый месяц, когда начинаются какие-то послабления, мы, в принципе, сразу погружаемся в новые ограничения, в новое давление, повышенные налоги, обязательные платежи. И это все, конечно, ведет к очень губительным и плохим последствиям. Юлия, при безусловной поддержке и понимании и вас, и ваших коллег, и вы сами сказали, что это касается не только людей творческих профессий, не могу не задать вопрос. Изменения, которые вы перечислили, о которых мы сегодня говорим, о них было известно месяцы назад. Почему только именно сейчас, скажем, 1 июля будут введены изменения этих социальных взносов, 30 числа накануне мы говорим о вашем видеообращении? Почему не раньше? Раньше было тоже очень много различных акций, и, к сожалению, до сих пор они не были услышаны. Я думаю, что это такой последний серьезный шаг перед самым началом этой реформы. Даже не последний, а еще один очередной. И мы все-таки хотим быть услышанными. Поэтому мы продолжаем, мы делаем. И не важно время, важно то, что мы это делаем. И изменения, они могут быть услышаны, и они могут быть сделаны в любой момент. То есть мы знаем, что несколько месяцев назад была акция, которая не была до конца воспринята, соответственно, потому что никаких изменений не получилось. И было какой акции? Мы пробуем. Мы понимаем, что единственный инструмент, в котором мы можем сейчас повлиять на эту ситуацию, это продолжать делать. И мы продолжаем это делать. Максим, скажите, что вас привлекло к участию в этой акции? Как лично вы, может быть, человек искусства, тем не менее, воспринимаете эту сухую экономику цифр? Ну, я все тот же человек, который, может быть, насколько я являюсь творческим человеком, но все равно я часть этого государства, я там живу, я плачу те же налоги, тем же являюсь налогоплательщиком. И меня это все равно касается непосредственно. И потому меня привлекло, в первую очередь, эта же идея, когда Юлия написала и собирала всех. И даже хочется искать защиту Юлии, что почему, например, может быть, сейчас это все случилось и снялось. Во-первых, непросто было привлечь такое количество художников, выражусь так, которые в этом виде участвуют, учитывая те же ограничения, которые все равно, они то были больше, то были меньше. И потому я почувствовал отчасти это своим долгом поддержать. Ну, и для того привлекались с разных отраслей, там вот и певцы, и актеры, и остальные художники, чтобы максимально это было услышанным. Потому что Юлия говорит верно, опять же, что мы принимаем все, что происходит, но не понимаем, просто принимаем. И иногда у человека нет функции того, что можно противостоять этому. И потому все возможными путями, медиа, визуально, видео, фото, вот как это и произошло, хочется попробовать. На этом самое важное что-то делать, не просто сидеть и быть в нейтралитете. Поэтому, опять же, для меня важно было поддержать это. Мы же тоже с удовольствием вас поддерживаем и помогаем. Да, ну а вот интересно, как эта акция, я понимаю, сплотила, в принципе, артистов и русскоязычных, и латышскоязычных. То есть вот какое-то, ну, я знаю, что большое количество откликнулось. Насколько легко откликались вот участники на просьбу записаться в этом видео? Я думаю, тут вообще не стоял вопрос, как раз-таки разделение на латышскоговорящую публику или русскоговорящую публику. Тут все-таки есть идея, которая объединяет нас всех и которая касается нас всех. Легко ли откликались артисты на призыв принять участие? Не боялись ли каких-то преследований со стороны того же самого СГД, службы госдоходов? Не, ну, мы же говорим абсолютно на нормальные вещи, и мы просто просим какие-то изменения, чтобы нас услышали. Я скажу так, я не буду лукавить. Конечно, есть публичные люди, которые хотят стоять в стороне и которые вообще, в принципе, не понимают, они художники, почему они должны думать о таких вещах, что естественно. И реформа подразумевает о том, что теперь художники будут вынуждены думать не о творчестве, а о том, как получить этот минимальный доход, потому что просто иначе нужно будет из воздуха, из неполученных доходов платить эти социальные минимальные платежи. Но в целом проблема очень острая, и все достаточно охотно, с энтузиазмом откликнулись на этот призыв, эту идею, потому что, опять же, наша цель – это как можно большему количеству людей сообщить о проблеме, донести проблему. И, конечно, когда в нашем видео принимают участие такие уважаемые люди, которые годами уже доказали, что они являются частью культуры, что они делают для этой страны огромный вклад, это очень-очень важно. Хочу... Нет, Максим, говорите, конечно. Да, потому что, да, например, я могу как пример просто свою ситуацию привести. Я уже более полугода не являюсь артистом, штатным артистом, например, Рижского русского театра имени Михаила Чехова, и это уже говорит о том, что я впервые... Например, я закончил академию, сразу после академии я работал на кого-то, то есть у меня был работодатель. То есть у меня никогда не было проблем, например, с налогом, потому что работодатель за меня платил налог. И я теперь являюсь вот действительно среди тех людей, которым надо принимать статус, чтобы со мной продолжали дальше где-либо работать, потому что теперь с этим изменением налога... Вот я только со своей колокольной могу привести пример, почему действительно это становится остро и проблемно. Потому что теперь, будучи самозанятым лицом, ну, я к этому статусу именно прихожу из-за смены налогов, мне нужен этот статус, потому что с новыми налогами тогда со мной не будет выгодно кому-либо работать. Потому что, например, раньше был способ, например, авторский договор на какой-либо проект, озвучка, мероприятие, съемки. Но теперь из-за этих налогов этот авторский договор для того человека, для того сия работодателя, который со мной заключает этот договор, налог будет гораздо выше. То есть им, получается, невыгоднее будет со мной заключать эту работу. Я понимаю. То есть мне надо действительно сделать что-то, чтобы со мной было выгоднее кому-либо работать и брать меня официально на работу. И поскольку эта система еще становится сложнее, то есть тем же самозанятым лицом, например, потому что это самое выгодное, почему именно я беру этот статус. В нем я меньше всего теряю налога, но мне, вот кровь в бизнес, мне надо оплатить все равно услуги бухгалтера, потому что я не понимаю в этом ничего, а система становится только сложнее. Ну и вот тут получается одно на другое. То есть как бы я, да, в итоге получается такой денежный охват, который надо все равно затрачивать, чтобы случилось одно с другим. Получается, надо больше думать про эту ситуацию и деньги, чем о творчестве и об искусстве. Да, да, у меня так и получается. Потому что если бы по воле случаев в моей профессии, не знаю еще чему, у меня не было бы работы в других странах, у меня было бы довольно-таки сложно сейчас в моей родной и любимой Риге, которую я и не нахожу сейчас, потому что у меня там сейчас нет дохода. Кстати, про другие страны. А не возникала идея просто перерегистрироваться в другой стране, в той же самой Эстонии? Я знаю несколько примеров, когда предприниматели, чтобы не брать статус самозанятого в Латвии, просто регистрировались в Эстонии. Ну это хороший вариант. Но, например, у меня есть, у меня есть индивидуальный предприниматель в Москве, в России. У меня есть еще здесь налоговый номер в Киеве, сейчас здесь нахожусь по работе. Ну и как бы в Эстонии не приходилось такого случая. Но у меня так и получается. У меня несколько, блин, этих индивидуальных предпринимателей в разных местах, и я как-то все время лавирую, конвертирую, то есть ну как бы заморачиваюсь. Из крупного артиста становятся крупным предпринимателем. По крайней мере, по количеству юридических лиц. Хотелось бы еще... Обычно артист меняет маски, а здесь лица юридические. Юридические лица. Да, все равно лицедейство. Да, лицедейство. Давно мы с Юлей не общались. Кстати, параллельно нашей беседе, я просто зашел, ну мне нравится параллельно беседе, что это делать, на монобал СЛВ, на платформу, посмотреть, как идут дела. Вы знаете, учитывая, что инициатива была опубликована только вчера, за сутки почти две... А, нет, ну, 1200 подписей из 10 тысяч необходимых за сутки неплохо зашло. То есть, инициатива ваша признана, она видна, она пользуется поддержкой, и действительно понятно, что вопрос, который волнует многих. Но, к сожалению, вот я хочу добавить то, что вчера мы столкнулись с техническими неполадками. Подписей было бы намного больше. Вчера я получала просто сотни тысяч сообщений, и артисты тоже получали эти сообщения, что они не могут подписаться, о том, что система подписей через Шведбанк не работает. И мы связались с порталом Monobal.slv, который вчера пытался технически решить эту проблему. И, к сожалению, это не получилось, и эта проблема будет решена только сегодня во второй половине дня. Соответственно, это, конечно, было очень неприятно. Очень не хочется потерять вот этот поток людей, который сразу откликнулся и был готов подписаться. И поэтому я со своей стороны, от лица всех артистов, просим повторно вернуться к нашей петиции, если вы пытались подписаться, и у вас это не получилось. Потому что сегодня, во второй половине дня, обещают, что это станет возможным. Будем надеяться, что действительно технические неполадки решатся, и они не станут системными. Но, тем не менее, есть ли у вас какой-то план B, запасной вариант? Если все-таки вам не удастся собрать необходимых 10 тысяч подписей, что вы станете делать при таком сценарии? Ну, мы будем продолжать собирать эти 10 тысяч подписей. Я все-таки думаю, что эта проблема охватывает такое большое количество людей, что мы соберем эти подписи. Мы будем постоянно к этому призывать, и мы будем объяснять людям, снимать видео, рассказывать, почему это важно. И это инструмент нашего голоса, с помощью чего мы хотим добиться каких-то изменений, быть услышанными. Поэтому это наш план А, мы остаемся при этом плане А, и надеюсь, что к плану B нам переходить не надо будет. То есть, все-таки он какой-то есть, план B? У нас есть план А. Ясно. Я перефразирую. Обращение, я не знаю, к тем же самым депутатам Сэйм, убедить кого-то из них и инициативу продавить через парламент уже непосредственно. Вы встречались с кем-то, в общем-то, из представителей властей, то же самое, ну да, депутаты, Минкульт, например, объясняли ситуацию? Со своей стороны я начала делать вот это свое движение, назовем его так. У нас есть хэштег dotmaxlayelpot. И в первую очередь я режиссер, и, наверное, мой первый шаг и пока единственный, это как раз-таки видео, посыл, пресс-релиз с объяснением этой ситуации. Дальше поэтапно надо будет, будем с кем-то разговаривать, но пока мы разговариваем с людьми, с вашей помощью, с помощью других средств массовой информации. И это те шаги, с которых мы начали. Ясно, понятно. Ну и, в принципе, есть ли у вас действительно какие-то, ну вот, видения того, о чем вы будете говорить с представителями, ну, не знаю, политических партий, с депутатами Сейма, с представителями Минкульта, вот какой-то четкий список требований, ну, которые вы бы хотели осуществить? Ну, это две проблемы этой реформы. Первое — это время, когда ее вводят, потому что долгие месяцы люди оставались без работы. И мы говорим сейчас не только о творческих людях, а также о людях смежных профессий, которые также работают в нашей индустрии, то есть, условно, чтобы Максим, как актер, вышел на сцену, с ним работают представители разных профессий, это гримеры, костюмеры, чтобы он попал в кадр, да, помимо того, что, в принципе, огромное количество людей делают возможным этот кадр. То есть, первое, да, я сказала, это время ввода реформы. Остались люди без работы, мы не можем сейчас сплатить повышенную ставку, и мы не можем считаться со всеми вытекающими последствиями. Второе — это, конечно же, сама суть этой реформы, потому что она доказывает, что правительство полностью не понимает специфику наших профессий. То есть, в первую очередь, нас нельзя приравнивать к людям, которые работают на зарплате, у которых есть работодатель. У нас, в первую очередь, сезонная работа, у нас работа с ненормированным графиком, у нас работа, которая не подразумевает постоянности. И под эту непостоянность были определенные режимы, которые позволяли нам в таком виде существовать, работать и адаптироваться. Сейчас, в самый сложный момент, потому что действительно для нас сложный момент, пандемия, COVID, нет работы физически, и не было ее многие месяцы. Когда нам нужна поддержка, и нам нужна помощь, или как минимум не осложнять вот эти вот, не осложнять условия нам, да, это делается. Поэтому, да, поэтому вот это два важных фактора. Да, безусловно, вы правы по обеим позициям. К сожалению, нам дают понять, что время истекло. Время истекло. Действительно, режиссер и продюсер Юлия Кова, актер Максим Бусил были с нами. Мы говорили об инициативе ДОДМАКСЛЕЙЭЛ под призыв ко всем, кого волнует будущее Латвии, подписаться на портале Манабал СЛВ под инициативой об отмене налоговой реформы 2021 года. Господа, мы желаем вам, конечно, безусловно, успеха. Держитесь мы с вами, чем можем, а, конечно же, поможем. Хорошего дня всем. Утро на балкоме, видимо, завершается. Закрывается. Объявляется закрытым. Занавес. Балкома.